Привет, друзья! С вами второй день марафона по корням араховских глаголов. И сегодня у нас с вами очень такой важный и значимый корень глагола. Сейчас я его покажу. Вот этот замечательный корень. Надеюсь, вам видно. Сэ-ли-ме. Это начальная форма глагола. То есть, если в европейских языках начальная форма глагола отвечает на вопрос «что делать?», то в арабском языке начальная форма глагола отвечает на вопрос «что делал?». То есть, это мужской род. Прошедшее время, единственное число. Он что-то делал в прошедшем времени. И если вчера он у нас фадаля, предпочитал, или что-то давал от преизбытков, помните? То в этот раз он у нас сэ-ли-ме. Сэ-ли-ме. Так что такое сэ-ли-ме? Действительно, глагол, я надеюсь, сразу же вызывающий у вас ассоциации. То есть, конечно же, вам сразу же должно вспомниться и ас-саламу алейкум, и салэм, и ис-слэм, и так далее. То есть, слова, связанные с этим корнем. То есть, корень, как вы видите, очень знаковый для арабского языка. И нам, конечно же, нужно понимать его действительно истинное содержание. Так вот, сэ-ли-ме – это, оказывается, быть целостным. То есть, был целостным, да? Но мы условно переводим на русский глагол как «быть», как инфинитив. Это так просто принято в арабистике, в арабских словарях. Хотя подразумевается в прошедшее время глагол. Это всегда нужно помнить. Так вот, салэма – это быть целостным. Целостным, то есть, неразрушенным, неповрежденным, несколотым, неразбитым, да? То есть, сохранить свою целостность. Удивительный глагол, очень интересное содержание, как вы видите, да, салэма. Целостность, также благополучие, то есть, быть в благополучии и быть в неповрежденности, в невредимости. Вот такой интересный глагол. Как видите, даже на русский язык у нас нет четкого перевода одним словом, да? То есть, я пытаюсь это переводить через некие ассоциации, но, как вы видите, тут арабский мир очень оригинален. То есть, он целостность и быть целостным выводит в отдельный ранг и придает этому огромное значение. И, конечно же, от этого глагола производное салэм. Салэм – это мир. И, видите, у нас мир в русском языке, да, как понимается, как отсутствие войн, да? Мир в арабском языке мир – это целостность, неразрушенность, нерушимость, да? Видите, сохранение целостности. Мир, салэм. То есть, когда мы говорим «ассаламу алейкум», мы призываем мир на человека, да? «ассаламу алейкум», мир на вас буквально, там, предлог «аля» на мир на вас. Мы не просто говорим «мир», да, мы желаем человеку его полноты, его целостности, да? То есть, это подразумевается и благополучие, и здоровье, и все, что угодно, да? То есть, представляете, какое объемное слово замечательное. То есть, салэм, по большому счету, вот, знаете, вот… Мне представляется такое вот как будто яйцо такое вот вокруг человека неразрушенное, да? То есть, вот какое-то, что-то сохраняющее такое его целиком, да, его целостность. Очень глубокий смысл. Вот. И также от этого корня с салэма идет производный глагол, производный корень эслэма. Эслэма – это глагол четвертой породы, то есть, я, конечно, сейчас не буду рассказывать глубоко о грамматике, вы понимаете, что это не наша тема, да? Мы сейчас больше практикуемся. Итак, эслэма – это глагол четвертой породы, обозначает он покоряться, принимать ислам. То есть, допустим, она эслэмт, она эслэмту, то есть, я приняла ислам. В русском эквиваленте это звучит как покориться, подчиниться. И если мы это идем, ну, как бы в русском интелитете, да, то, смотрите, да, эслэма – покориться, да, то есть, человек покоряется, и у, я не знаю, может быть, у многих вот именно в русском языке, да, покоряться, да, то есть, покорный, непокорный, да, подчинившийся, неподчинившийся – это может вызывать некую негативную реакцию, да, то есть, вот именно вот это состояние такое покорности, оно связано с покоренностью, да, то есть, немножко здесь есть такой момент, ну, я думаю, вы его чувствуете, да, покорность, покоренность или непокоренность, тут что-то связанное, может быть, даже с завоеванием, не знаю. То есть, это русский эквивалент, он никакого не имеет отношения к арабскому, просто русские так попытались перевести, потому что у нас нет адекватного такого же слова, которое передает внутренний смысл. Так вот, если мы понимаем именно внутренний смысл арабского глагола, да, то мы чувствуем совсем по-другому, мы не чувствуем, как русские, которые там покорились, не покорились, мы чувствуем эслама, вошел в состояние целостности. Вообще другой смысл, просто вообще другая вселенная, представьте, да, эслама – это принять целостность, прекратить борьбу и раздрая и раздоры, это стать целостным. Представляете, насколько вообще все по-другому, то есть, это переворачивает мировоззрение, именно арабский язык, то есть, когда ты чувствуешь эти термины изнутри, ты вообще их по-другому воспринимаешь. То есть, это удивительно, да, то есть, «Ана асламту» – это не я покорилась такая, я была там непокорная, а потом я вот покорилась, голову склонила и сижу тут смирно, да. Это вообще не из этой серии, это говорит о том, что «Ана асламту» – это значит, что я вошла в состояние целостности, я, наконец, приняла целостность, я увидела целостность, да, именно в мировоззрении ислама, я увидела в этом целостность, в том, что «Единобожие» – это действительно основа нормального здорового мировоззрения, да, и «Ана асламту», то есть, я приняла именно целостное мировоззрение, совершенно по-другому воспринимается через арабский язык. Вот, итак, дальше, дальше, как вы видите, слово «Ислэм» тоже приобретает совершенно такой позитивный окрас, да, то есть, «Ислэм» – это бытие в целостности, в мире, в мире, в отсутствии каких-то раздоров, да, «Ислэм». Вот, а на русский язык, именно в словаре, вот, арабско-русский словарь, он переводит это как «покорность», то есть, «подчинение», немножко вот, по мне, это вообще другой смысл. Вот, дальше, и я бы очень хотела, да, я бы еще параллельно очень хотела, чтобы вы писали в комментариях те слова, которые вы слышите, чтобы вы их пытались самостоятельно написать. То есть, я вам показала корень, я бы хотела, чтобы все-таки вы попробовали и написали самостоятельно слова «Ислэм», «Салэм», 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 да, чем «Салэм» отличается от «Салэм». Попробуйте, ну, если что, вместе поправим, то есть, тренируйтесь. У нас с вами не урок для сна, у нас с вами марафон, то есть, мы практически тренируем сразу же, не отходя от девайса, да, не отходя отсюда, мы тренируем то, что мы учим. Итак, дальше, дальше вот такие еще производные глаголы, сейчас. А, вот замечательный глагол, очень интересный, вот он, «Салэм», «Салэма», да, посмотрите, глагол второй породы образуется от «Салэма», то есть «Салэма» это, как мы говорили, быть целостным, а «Салэма» это приветствовать, приветствовать, то есть пожелать человеку тоже целостности, тоже благополучия во всех сферах, да, то есть, когда мы говорим «Салэм», мы говорим «Приветствуй». «Приветствуй», допустим, мы ребенком можем сказать там «Салэм аля амму», «Поприветствуй этого вот человека», да, но это немножко по-егибетски, да, «Салэм», «Приветствуй», «Поприветствуй», «Салэм», «Салэми» к девочке или к девушке или к женщине обращение, да, женский род, «Салэм», «Салэми», «Салэму», «Салэму» это обращение к группе. «Повелительное наклонение», да, «Салэм», «Салэми», «Салэму», «Поприветствуй», давайте поприветствуем кому-то, да, кого-то поприветствуем, допустим, «Салэмуни», «Поприветствуйте меня», «Салэму», «Салэму». вот дальше следующий следующий корень производный от нашего салима может быть немножко более сложный корень еду по степени усложнения да то есть чтобы и продолжающие студенты тоже не заснули вот он вот он этот корень истелема 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 это принять принять в бытовой речи используется как принять допустим деньги принять ключи от квартиры принять там машину после техосмотра то есть когда мы принимаем и проверяем при этом да то есть мы проверяем все ли в целостности все ли в порядке мы проверили и сказали да все окей все нормально то есть вот это глагол истелема по-египетски истелем маталан она стал им туша я приняла квартиру ну там допустим после аренды я забрала ключи до 100 ленту саяра я приняла машину истелем истелем по классике звучит как истелема истелема вот то есть видите когда мы видим общий корень мы чувствуем скрытый смысл того что вложено в этот корень да удивительно то есть не просто принял галочку поставил до убедился в целостности того что ты принял под свою ответственность то есть это ответственность здесь заложено в этих корнях вот и еще им конечно хотела напомнить о том что чтобы эффективно практиковаться так как мы делаем сейчас нам конечно же нужно понимать основу грамматики арабского языка то есть должна быть целостность восприятие грамматических форм и понимание вообще а то что того о чем я говорю конечно же базируется на элементарном знании грамматической базы и я вас призываю пройти со мной онлайн курс грамматики арабского языка тем более что это совсем несложно у нас есть базовый курс который длится всего лишь 7 часов 7 уроков это доступно буквально каждому материал разжеван просто по полочкам до степени что его может освоить ребенок и есть более такой серьезный курс включающий кстати породы глаголов то есть там просто достаточно такая серьезная база и там всего лишь 13 часов то есть это тоже немного все это можно пройти реально за три месяца в неспешном ритме если вы занимаетесь по два урока в неделю то за три месяца вы весь материал осваиваете то есть не говорите не жалуйтесь что и рабский язык какой-то там невероятно сложный или недоступный все уже доступно елена клювцева для вас все разжевала вот пойдемте дальше и да и пару выражений возьмем с корнем мир соляем да вот такое хорошее выражение очень нравится ну арабы говорят да масса ляма это понятно да как до свидания с миром дома соляема без соляема тоже с миром без соляема без соляема обычно говорят путешественнику да или вот полное выражение вот такое вот вот оно оно вам видно я надеюсь да вот оно ты у соль без соляема ты у соль без соляема если в русском языке мы говорим в доброго пути то арабы говорят до добраться тебе до места назначения с миром то есть глагол у вас она подразумевает добраться как то эрайф тарайф да добраться до пункта назначения то есть арабы желают друг другу добраться до пункта назначения с мира с миром ты усан без соляема такое прекрасное пожелание и еще еще что-то я для вас подготовила поговорка замечательная арабская поговорка это литературный арабский но он и в египте тоже замечательно подойдет аль-а-акль ас-салим фельдисм ас-салим тут прекрасные слова аль-а-акль это сознание аль-джисм это телу аль-а-акль ас-салим фельдисм ас-салим есть прекрасный аналог к этому выражению в здоровом теле в здоровый дух да а здесь говорится о том что здоровое сознание находится в здоровом теле вот так вот причем неповрежденность да опять таки не привык неповрежденность сознания да то есть целостное сознание неповрежденное благополучное сознание в таком же целостном благополучном неповрежденном теле аль-а-акль ас-салим фельдисм ас-салим ну египтяне вместо джисм говорят гисм вот в этом все и отличие и должна вам сказать что мы вот уже до доканчиваем доделаем работу над грамматикой египетского диалекта так что курс по египетскому диалекту онлайн курс фактически завершён в конце января можете меня уже смело спрашивать об этом курсе все готово материал материал записан уже давно просто еще осталась техническая часть так что египетский диалект возвращается возвращается на свои позиции я его очень люблю и люблю его преподавать вот и я надеюсь что вам понравилось понравился этот формат марафона и завтра мы его продолжим в то же время в том же месте жду вас ждет третий день марафона до встречи пока